Всем привет! В этом видео я расскажу вам о городе Пловдиве, что это за город и почему туда все болгары советуют съездить. Пловдив часто противопоставляют Софии, говоря, что Пловдив это культурная столица Болгарии. Кроме того, Пловдив считается одним из старейших городов Европы. Конечно, это вовсе не повод, чтобы бросить все и поехать в Пловдив, но городок действительно стоит посещения. Пловдив расположен всего в двух часах езды от Софии. Мы добирались на автобусе, хотя изначально планировали использовать бла-бла-карты. Но почему-то водители, которые ехали в Пловдив, выставляли одну цену, а когда мы с ним списывались, уже в личке говорили нам другую. Вот несколько примеров, можете сами посмотреть. В итоге мы решили поехать на автобусе. Цена на билет на автобус 14 лев с человека. Это приблизительно 8 евро или около того. То есть за двоих мы заплатили 16-17 евро. И это гораздо меньше, чем 30 евро или вообще там 40 евро. Как нас требовали водители бла-бла-карты. Кстати, в автовокзале в Софии есть очень забавный турникет. То есть вроде как обычный турникет. Я откинул монетку и прошел в туалет. Но почему-то там коробка в приемник этих монеток сделана таким образом, что все очень долго стоят, тупят, не могут разобраться. Зато нам очень сильно повезло с жильем в Лоудиле. Я очень быстро нашла идеальную квартиру на Airbnb, потому что, во-первых, это был лофт, а во-вторых, в самом высоком здании во всем городе. Из окон этой квартиры открывался потрясающий вид на город. Было видно два холма и даже немножко старый город, если, конечно, приглядеться. И что я буду долго рассказывать о жилье, давайте я вам лучше его покажу. Видим, залитый солнечным светом. Сегодня пасмурно, но он все равно залит солнечным светом. Есть вот такая небольшая кухонка. Тут вот я не вижу плиты, но, судя по принадлежностям, плита была. Хозяин лофта Евгений говорит, что мы вторые всего лишь гости в этом лофте, что он еще не все успел доделать, но постоянно стремится к лучшему и ремонтирует. Вот это вот спальня, вот такой вот уголочек. В этой комнате, к сожалению, нет света. Есть только вот маленькая такая лампа. И все. Собственно говоря, шкаф. Из-за того, что темно, его не видно. Вот рабочее место. Вот сейчас я вам покажу вид с балкона. Видно весь город. Это, по-моему, двадцатый этаж. Потому что сам дом восемнадцатиэтажный, лифт ходит до восемнадцатого этажа. Потом есть еще девятнадцатый этаж, куда лифт уже не ходит. И дальше мы проходим еще один этаж пешком и доходим до лофта. Так, ванну. Давайте я ванну сейчас покажу еще. Ванна небольшая. И вот единственное, что меня смутило в этой ванной, то, что в ней, как видите, вообще нет зеркала. Вот такое. Вот. Зеркало есть только вот на вот этой двери. Это вообще единственное зеркало во всей квартире. Всем привет. Так, и еще что я хотела показать. Вот холодильник. Сейчас проверим, что у нас в холодильнике. Обычно, когда квартиру через Airbnb снимаешь, там всегда что-нибудь остается. Ух ты. Так, что это у нас? Кусок сыра. Это похоже на оливки. Еще сыр. Это что? Это похоже на яйцо красного цвета. Может оно с Пасхи еще осталось? Перец. Бутылка с жидкостью. И древесины внутри поставим ее. Так, что еще интересного? У нас здесь есть огурчики, помидорчики и целый склад шоколадок. Еще что меня удивило тут, это вот эта пила. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а теперь давайте я вам расскажу и покажу то, что мы увидели в Пловдиве. Во-первых, Пловдив это город трех холмов. На самом деле говорят, что их шесть, но самые известные три холма, на которые можно легко подняться. Первый холм это холм Алеши. Его так называют, потому что на вершине установлен памятник войну освободителю. Второй холм называется часовой холм. Потому что на нем стоит часовая башня. И третий холм – адский холм. Почему он так называется, я не знаю. Также в Пловдиве можно посмотреть, не только можно, но и нужно посмотреть старый город. Потому что он довольно аутентичный. С уменьшенными улочками и старыми деревянными домами еще начала Пловдива века. Один из основных достопримечательностей города является римский одион и античный театр, которые тоже расположены в центре города. Интересно, что когда идешь в старый город, то по пути встречаешь табличку, в которой указано направление к второму городу. Так вот, она показывает направо, а на самом деле старый город находится с левой стороны. Так что вот хитрые плов девчане вводят в заблуждение туристов. Мы, честно говоря, первый раз так и свернули не туда, куда надо. Проходили где-то час в поисках старого города, поняли, начался дождь и мы ушли домой. Зато со второй попытки мы старый город так и нашли. Вот, в принципе, и все. В следующем видео я расскажу вам о наших злоключениях в Бургасе. Так что оставайтесь с нами, лайкайте, видосы и подписывайтесь на канал. До встречи!